МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Криминальные разборки с 90-х до сих пор всплывают в сообщениях МВД. Полицейские продолжают вести работу над преступлениями прошлых лет. Некоторые истории только сейчас подходят к своему завершению. Так удалось задержать 54-летнего уроженца Тольятти Илью Волкова, который с ноября 1995 года находился в федеральном и международном розыске за тройное убийство. Преступление он совершил 23 октября того же 1995 года. В ресторане сидели, повздорили. Эти пять человек сидели, одна компания, гражданин Волков с другой компанией тоже сидел в Лукоморье. Поздорили на фоне, уже, скажем так, под парами, под алкогольными парами. Поздорили, вышли. А так как гражданин Волков в то время читился и являлся активным участником преступной группировки, он с собой имел огнестрельное оружие, которое применил в отношении уже жителей республики Мордовия. Под пули Волкова попали пять человек, и лишь двоим удалось остаться в живых. Сразу после этого подозреваемый скрылся. Найти его не могли более 20 лет. Но в 2017 году он всё же засветился. Было достаточно прематично разыскать его, но усилиями сотрудников уголовного розыска Республики Мордовия, управления уголовного розыска и разыскными подразделениями нашей Российской Федерации в Челябинске была получена информация, что на территории их скрывается гражданин, который совершил в Саранске в далёкие 90-е годы утроеное убийство. Эта информация была проверена и получила подтверждение. В итоге Волков был задержан. Как оказалось, всё это время он жил по поддельным документам на другое имя. С Златоустским городским управлением уголовного розыска и управлением уголовного розыска Республики Мордовия данный гражданин был задержан под другими уже именами с анкетными данными, где жил спокойно, у которого были изъяты боевые, это обрез односвольного охотничьего ружья, газовый пистолет, травматический пистолет, ружьё и другие предметы, запрещенные у нас в гражданском обороте. Сейчас Волкову, а точнее по новым документам Михайлову, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. После решения суда за это преступление и вступление приговора в законную силу Волково этапируют Саранск. И здесь его судьбой займутся уже местные правоохранительные органы. Дарья Аберясева, Владимир Ильин, программа происшествия. За прошедшие сутки на территории Мордовии один человек погиб, и двое были госпитализированы в больницу в результате страшной аварии в Чамзинском районе. Ещё один получил ожог в результате пожара в Ковылкино. ДТП произошло в 6.40 утра на 8-м километре автодороги Комсомольский-Отяжево-Ордатов-Тургенева. 69-летний водитель Нивы при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества внедорожнику Митсубиси Паджеро под управлением 38-летнего водителя. В результате столкновения мужчина за рулём ваза от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители на марке и его пассажирка были доставлены в больницу. А это кадры из Ковылкино. Где мужчина получил ожоги, пытаясь спасти машину в гараже, охваченным огнём. Как рассказали в МЧС, пожар возник в момент снятия бензобака. Произошло выброс вспышка пламени. Мужчины попытались самостоятельно потушить пожар с помощью большого количества песка, который именно на этот случай имелся возле гаража. Однако сделать этого не удалось. Пожар продолжил распространяться. Кроме того, мужчина 1990 года рождения, хозяин гаража, получил ожоги второй степени рук. 10% тела у него оборжено. Благодаря быстрому сообщению в пожарную охрану, спасатели смогли не допустить распространение огня на дом и другие хозяйственные постройки. Жизнь мужчины вне опасности. Анастасия Семушева, программа «Происшествия». Зубополянская полиция по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности разыскивает жителя посёлка Леплей Чебалкина Марка Геннадьевича 1985 года рождения. Мужчина скрылся от органов дознания. Если вы обладаете информацией о местонахождении Чебалкина, просьба сообщить по телефону в Зубовой поляне 2-14-02-38-59-31 или 102. Инцарская полиция разыскивает без вести пропавшего Максимова Владимира Максимовича 1958 года рождения, который 19 июня 2016 года ушёл из своего дома в селе Мордовская паёвка в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы Максимова. Худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы седые, коротко стриженные, губы тонкие, уши большие. Был одет. Рубашка белая в серую клетку, брюки серого цвета, на ногах туфли чёрного цвета с пятнами от краски голубого цвета. Особые приметы. На кисти левой руки имеется татуировка в виде буквы В. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максимова, просьба сообщить по телефону в Инсаре. 2-18-41 или 102. Зубополянская полиция разыскивает утратившую связь с родственниками мать троих несовершеннолетних детей Коробкову Елену Павловну 1985 года рождения. Разыскиваемая в декабре 2016 года уехала с жителем села Салтыково Рязанской области, после чего связь с ней была утеряна. Ранее Коробкова неоднократно уезжала из дома на длительный период времени, оставляя детей без надлежащего контроля. Всем, кому-либо известно о местонахождении Коробковой, просьба сообщить по телефону в Зубовой поляне. 2-14-02-38-59-31 или 102. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного следователя Мордовии. 471-169. Круглосуточно. 105 и 6 FM. 105 и 6 FM. Милицейская волна. Пожарная охрана, город Старом. Что случилось? Пожарная охрана, город Старом. 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 Продолжение следует...